Война Израиля против Хамас вступила в третью фазу. Об этом сегодня объявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Этот этап предполагает расширение наземной операции. Речь не только о введении в газу танковых подразделений, но теперь и о штурмовых операциях, спецназах и боях в кварталах, где, по данным разведки, находятся объекты Хамаса и содержатся заложники. На этом фоне Минздравгазы сообщает, что число жертв превысило уже 8500 человек, и более третий из них – дети. Всемирная организация здравоохранения предупредила о неминуемой катастрофе в сфере здравоохранения в секторе газа. За минувшие сутки израильские войска продвинулись вглубь сектора газа. Танки и другая бронетехника Цахал приближаются к городу Газа, главному населенному пункту сектора. Командование Цахал сообщает, что наносит удары по всей территории. В результате ожесточенных боестолкновений с Хамас ликвидированы десятки боевиков. Бои проходят и в системе палестинских туннелей, где израильские спецназовцы ведут также поиски захваченных заложников израильтян. Одновременно Израиль проводит операции и на другой палестинской территории, на западном берегу. В городе Арура точечным ударом сил Цахал уничтожен дом, в котором жил один из главарей Хамас Салех Алярури. Он считался руководителем подразделения Хамас на западном берегу. Его родственники заявили, что гибель Салеха только укрепляет их решимость противостоять Израилю. По сравнению с тем, что происходит с людьми в Газе, разрушение этого дома ничего не значит. Мы готовы пожертвовать еще большим. Израильтяне могут не надеяться, что они одержат верх, разрушая наши дома. Наоборот, они этим ничего не добьются. Мы отдадим еще больше наших детей, наших женщин, нашу кровь. Бог даст, мы готовы жить в горных пещерах, чтобы только вернуть Палестину и посещать мечеть Аль-Акса. Боевики Хамас продолжают обстреливать Израиль ракетами. Кроме того, северные города и поселки Израиля подвергаются ежедневным артобстрелам со стороны боевиков Хизбаллы, засевших в соседнем Ливане. Премьер-министр Израиля Бенемин Нетаньяху выразил полную решимость довести начатую военную операцию до конца, а именно до конца группировки Хамас. На пресс-конференции в Тель-Авиве Нетаньяху отверг призывы отдельных стран мира и организаций к прекращению огня, а также требования части израильтян в его адрес уйти в отставку. Единственное, кого я намерен отправить в отставку, это Хамас. Мы отправим их на свалку истории. Это моя цель, моя обязанность и то, ради чего я возглавляю страну. Это то, что, думаю, сплачивает всю страну. Мы все поддерживаем наших солдат, солдаты поддерживают наших командиров, мы поддерживаем ЦАХАЛ, так и невероятные усилия наших резервистов и наших сил безопасности. И мы будем продолжать это делать до победного конца. Ведущие израильские издания передают заявление израильских разведслужб о том, что у Хамас есть подземные бункеры, построенные прямо под крупными гражданскими зданиями в секторе. Как сообщается, два боевика Хамас, захваченных в плен, на допросах раскрыли, что один такой подземный штаб с кабинетами, коридорами и складами расположен под больницей Альшифа в городе Газа, крупнейшей в секторе, и является щитом для штаба. Оттуда система подземных туннелей ведет к другим точкам, где окопались боевики. Руководство ЦАХАЛ отметило, что в таких случаях даже больницы приобретают значение военных объектов и становятся легитимным мишенью для нанесения по ним ударов. При этом, как было заявлено, Израиль по-прежнему прилагает усилия, чтобы свести к минимуму число жертв среди мирного населения Газы, не теряя при этом тактического преимущества. Между тем, болезненной темой для мирового сообщества остается вопрос о том, где можно разместить палестинцев из числа гражданского населения. Ряд государств высказался за идею организации временной территории для переселенцев в соседнем Египте. Однако власти страны категорически возражают против этого. За каждую песчинку здесь, на Синайском полуострове, мы, египтяне, готовы принести в жертву миллионы жизней. И никого сюда даже близко не подпустим. Египет никогда не позволит ничего себе навязывать. Мы не позволим, чтобы региональные проблемы решались в ущерб нам. Международные организации призывают как можно скорее решить проблему переселения палестинцев. Гуманитарный кризис в Газе, как и число жертв, указывают они, растет с каждым днем. И усилий, в том числе агентств ООН, теперь уже катастрофически недостаточно. Голос Америки, Вашингтон. С момента нападения боевиков Хамас на Израиль 7 октября прошло уже 24 дня, но опознание погибших до сих пор продолжается. Специальный корреспондент Голоса Америки в Израиле, Наташа Мозговая, передает с места событий. Мы находимся на израильской военной базе Шура, где продолжается опознание гражданских жертв атаки Хамаса 7 октября. Тела продолжают привозить сюда каждый день, точнее уже фрагменты тел. На данный момент опознано 826 человек. Специалисты здесь сказали нам, что это самое тяжелое, что им приходилось делать в жизни. Ничего не могло подготовить их к тому, что им пришлось увидеть. Сначала поступали сотни тел каждый день, и нам нужно было оставаться сосредоточенными. Мы не могли делать ничто другое. Теперь, когда тела все еще привозят, точнее фрагменты тел, конечности, становится еще сложнее. С одной стороны, у нас есть время, но в этом ожидании нет ничего хорошего. А потом открываешь пакет, не зная, что тебе предстоит увидеть. Мы видели признаки насилия, мы видели обезглавленные тела, мы видели расчлененные тела, мы видели тела в наручниках, мы видели сожженные тела. Думаю, этого достаточно, чтобы сказать, что это совсем не то, что обычно можно увидеть на месте преступления. Новости сейчас в Газе, но, как вы видите за моей спиной, до сих пор находятся 14 вот этих больших холодильников с телами, которые ждут до сих пор опознания. Не у всех остались семьи, которые могут, собственно, дать пробу ДНК для того, чтобы можно было их опознать. Только прошлой ночью мы получили 30 тел и фрагментов тел, иногда вместе с дополнительными личными предметами, найденными на месте, которые могут помочь при опознании. Так что это место вряд ли быстро закроется. Сейчас здесь меньше работы, чем в первые три недели, но мы все еще обнаруживаем новые свидетельства зверств. Есть семьи, которые все еще ждут возможности, чтобы узнать, что случилось с их близкими. Так что это наша главная задача. Мы не работаем сейчас с этим.